Через год-полтора в Дмитровском районе появится четыре новых дошкольных образовательных учреждения. Это позволит существенно снизить очерёдность в детские сады. Финансирование строительства запланировано из бюджетов разных уровней. Первую остановку в ходе рабочей поездки глава района сделал на улице космонавтов города Дмитрово. Здесь, в районе домов номер 37, 38 и 39, будет построен детский сад на 140 мест с плавательным бассейном. Несмотря на то, что строительство детского сада обсуждалось на публичных слушаниях, некоторые жители остались недовольны тем, что лишатся парковочных мест для автомобилей и детской площадки. Житель микрорайона Александр Голубчиков поспешил задать волнующие вопросы главе. Куда же тогда детская площадка? У нас вот многие приходят здесь. Нет, нет, вот это всё остаётся. Детскую площадку мы всё оставим. Мы всё оставим. Мы ничего не выбрасывать не будем. Всё это будет. А можно следующий вопрос? Главное, знаешь, чтобы это понимал. Все люди, живущие в микрорайоне, все дети будут здесь. Современный детский садик будет, я скажу. Лучше, я говорю. Не будут водить куда-то. Ты понимаешь, это же нормально же будет. Когда пришёл ребёнка и уже отпустил его, и видишь, куда он пошёл. А то на машине надо везти. Валерий Васильевич добавил, что разработана программа строительства автостоянок внутри микрорайонов города, которая позволит решить проблему дефицита парковочных мест. Он также отметил, что здесь будет проводиться эксперимент, и дети, проживающие в близлежащих домах, смогут гулять на территории детского сада, а имеющиеся малые игровые формы будут сохранены. Любопытно, что в генеральном плане советских времён детский садик в этом месте был предусмотрен. Проект детского сада прошёл экспертизу. Теперь готовится документация на торги. Цена вопроса 160 миллионов рублей. Следующий объект – строительная площадка на улице Гравийная. Детский сад на 220 мест за счёт собственных средств микрорайоне МЖБК возведёт компания «Березовец Инвест». Он будет построен на территории действующего детского сада номер 24 «Колобок». Это дошкольное учреждение в настоящее время посещает 63 ребёнка. Здесь работает группа с круглосуточным пребыванием детей. Строительная документация сейчас проходит экспертизу. После устранения замечаний инвестор приступит к строительству. Глава района дал задание чиновникам перераспределить воспитанников детского сада в другие дошкольные учреждения и огородить территорию строительства. Далее Валерий Васильевич проехал в посёлок Некрасовский и Яхрому, где в микрорайоне Левобережье этим летом началось возведение детского сада на 240 мест с плавательным бассейном. Мы уже начали заливать фундаментную плиту. Постараемся монолит сделать в этом году. И приступить к стенам и внутренним инженерным коммуникациям, наружным коммуникациям. На следующий год планируется сдача объекта. Нормативно ноябрь-декабрь, но я думаю, что к сентябрю постараемся успеть. Детский сад в Левобережье будет построен по современной технологии с использованием монолитного каркаса. Стоимость строительства 213 миллионов рублей. Учреждения возведут в три этажа, первый из которых технический. Вокруг сада будут расположены теневые навесы и благоустроен проезд. Глава района пожелал строителям активнее осваивать бюджетные средства. Ведь окончание этого года не за горами. Подводя итог выездного совещания, Валерий Васильевич отметил, что в этом году подрядчикам и заказчикам необходимо освоить большие финансовые и строительные объемы. Надеемся, что регулярные визиты главы района будут способствовать этой работе.